На выходных в Национальном музее прошел второй по счету фестиваль креативных индустрий в программе. Это модное дефиле, кулинарные мастер-классы и целый ряд премьерных кинопоказов о республике. Какое впечатление оставил фестиваль, об этом и не только, мы поговорим с исполнителем, директором Федерации креативных индустрий Анной Шутовой. Анна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в самом начале беседы проясним, что сегодня понимается под креативной индустрией и для чего была создана федерация. Да, креативная индустрия, такое сейчас понятие в нашей стране новое, на него обращают много внимания. С 2019 года такой более активный разворот на эту тему случился. Что же такое креативная индустрия? Это в первую очередь сектор экономики. Сектор экономики, который основан на масштабировании и монетизации нематериального актива. То есть всего того, что создает человек и что впоследствии становится интеллектуальной собственностью. То есть, да, если говорить проще, возможно, кому-то станет понятнее, есть сырьевая экономика, есть креативная экономика. Та экономика, которая основана на таланте человека, на его умениях, на том, что он создает сам своими умениями, мыслями, творчеством. Ну, то есть всем тем, что вот есть у человека с рождения, скажем так. То есть это идея? Да, это в основе всех креативных индустрий идеи. Направлений очень много, они очень разрозненные. Есть мировая классификация, которая была принята Объединенной Организацией Нации ООН. Там направлений 14. Они закреплены. Это и архитектура, это и IT направления, и геймдев, и театральное искусство, и все возможные виды дизайна. У нас в России пока что вот такого четкого закрепленного перечня нету. Все там используют какие-то разные перечни в своей работе, руководствуются, но плюс-минус вот их, можно сказать, от 12 до 16. И они все очень разные, как я сказала, да, но идея как раз-таки креативных индустрий, чтобы все вот эти разрозненные направления, но в основе которых человек, который со своей идеей, да, что-то делает и монетизирует эту свою деятельность, чтобы их объединить в такой вот единый конгломерат и некий такой паритет возможностей для всех создать. Если говорить про Федерацию креативных индустрий, она была создана в 21 году как ответ рынка как раз-таки вот на те процессы, которые случились у нас в стране, когда внимание к креативным индустриям как со стороны государства, так и общества возросло. И Федерация — это отраслевое объединение профессиональных союзов, организаций в сфере креативных индустрий, негосударственное, и вот все наши участники, члены Федерации объединяются для того, чтобы сформировать вот эту среду, чтобы в сфере креативных индустрий предпринимателям, да, и всем, кто в них участвует, было проще ориентироваться, и некий такой, чтобы существовал посредник между государством и бизнесом, и переводчик с государственного на... То есть, если так сравнивать, вот есть союз строителей, есть союз креативщиков. Да. Как в Хакасии у нас с креативом, на ваш взгляд? Вот знаете, я вообще родилась в Хакасии, поэтому для меня было особенно приятно уже вот спустя много лет, как я отсюда уехала, приехать вот с такой миссией профессиональной, да, и посмотреть на Хакасию с точки зрения креативных индустрий. Безусловно, что я знаю, как это моя родина, это большое историческое, культурное такое наследие, да, то, что народы Хакасии известны своими национальными традициями, культурными, гастрономическими, и вот это все, безусловно, сейчас оно, так скажем, происходит процесс у нас в стране, в принципе, всех таких моментов, вот национальных, культурных, перерождения такого, да, переосмысления на современный лад. И мне кажется, вот для Хакасии, вот безусловно, это сейчас такой момент, вот именно понять, как это сделать, как пересмотреть вот то наследие, те важные составляющие, которые есть в культурном коде хакасского народа, как их пересмотреть и переложить на современную нашу жизнь. И, безусловно, участие в фестивале тоже мне позволило больше узнать из того, что есть вот из перечня креативных индустрий у нас в республике. Фестиваль, второй, вернее, фестиваль креативных индустрий состоялся. Что понравилось? Понравилась большая вовлеченность жителей. Я приехала вот к началу работы площадок к 10 утра, и уже было огромное количество людей, которые были заинтересованы. На первом этаже, да, было большое количество гастрономических площадок. И вот это тоже одно из моих, ну, не удивлений, скажем так, а открытий, что Хакасия вот своими гастрономическими вкусами, какими-то особенностями кухни очень так самобытна. И это очень интересно людям, да, что очень много было заинтересованности вот именно на гастрономических площадках. Ну и плюс это все экспертные дискуссии, заинтересованность местного сообщества, предпринимательства. Люди хотят вникать в эту тему. И это очень важно с точки зрения популяризации вот этого направления, да, так как оно молодое, не всем понятно, все его по-разному трактуют. И вот такие фестивали, это, безусловно, механизм, такой инструмент для того, чтобы креативные индустрии становились понятнее и доступнее как вот жителям, так и самим предпринимателям, которые в них заняты. Если говорить об работе над ошибками, да, над улучшением этого продукта, на что нужно обратить внимание? Я бы обратила внимание на выделение такого конкретного списка приоритетных направлений, да, которые в Хакасии, ну, необходимо для себя так обозначить и идти планомерно по их развитию. Да, есть гастрономия, тут уже есть выделенные лидеры, субъекты, которые этим направлением занимаются. На дефиле мы увидели большое количество модных брендов, да, эти производители одежды, при том одежды доступной. Мы сейчас как раз много говорим о том, что должно стать больше доступной одежды российских производителей. Мы увидели показ фильмов, кино, хакасских режиссеров. И вот эти вот направления, я в них увидела какую-то силу и потенциал, работа над ошибками в том, чтобы через этот фестиваль для них сформировать некие дорожные карты развития, чтобы через год мы встретились, сравнили, что было вот в 23-м году, что стало в 24-м, и провели вот этот вот параллель, что получилось, что нет, и могли вот более целенаправленно, скажем так, ставить какие-то для себя следующие такие заметки, а что дальше? Между Федерацией креативных индустрий и Министерством культуры Хакаси было подписано соглашение о сотрудничестве. Что это дает обеим сторонам? Мы в этом году, Федерация креативных индустрий, стали таким официальным партнером Министерства культуры Российской Федерации по поддержке, по реализации направления креативных индустрий, так как сейчас на уровне страны Минкульт-РФ, он такой головной орган исполнительной власти, которая эту тему курирует. И подписание соглашения с республикой Хакаси, это, скажем так, фиксация вот этих намерений, как республики развивать это направление, так наше, оказывать поддержку, консультирование, предлагать там наши инструменты, которые мы используем в том, чтобы в республике, опять же, направление развивалось более, так скажем, экстенсивно и качественно. Скажите, вам удалось пообщаться с представителями креативного бизнеса? Что думаете об этом? Да, вчера у нас такой был день поездок по республике. Мы были и на Черногорской швейной фабрике, и были в Абакане на киностудии, и в Саиногорске заезжали на несколько производств. Для меня многое было открытием и про киностудию, и про то, что в Хакасии есть собственный кинопавильон, это прям меня очень приятно удивило. Честно, не думала, что это настолько вот, ну, сейчас на подъеме развивается. И я думаю, что вот если вот эти вот лидерские, скажем так, направления, да, во главе которых уже есть определенные лидеры, вот кому мы съездили, предприниматели, которые не просто делают хорошо свое дело, а формируют некую среду. Если вот им дать толчок, импульс и показать, что да, мы вас поддерживаем, это может иметь хороший результат. Анна Николаевна, буквально остаются считанные секунды, вернетесь в Москву, что будете рассказывать о Хакасии? Я всегда рассказываю о Хакасии, только хорошее, потому что, повторюсь, это моя родина. Расскажу, что надо обязательно попробовать хакасскую молочную уху, привезу конфеты с толганом, и обязательно всем порекомендую посмотреть хакасские фильмы, на премьере которых я была. Анна Николаевна, огромное спасибо, что нашли время и пришли в студию РТС. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин